И вновь внимание всего мирового сообщества приковано к Кадурскому ущелью. Эта территория Абхазии после войны контролировалась грузинским правительством. Напомним, в октябре 2001 года из северной части Кадурского ущелья была предпринята попытка вторжения группы Гилаева, что привело к значительным жертвам со стороны местного населения и потерям бойцов абхазской армии. 2 апреля 2002 года в Тбилиси абхазская и грузинская стороны при участии командования миротворческих сил и военных наблюдателей ООН подписали протокол о выводе из Кадурского ущелья всех вооруженных подразделений. Позже, 11 апреля, при проведении инженерной разведки Латской дороги, произошел подрыв российских миротворцев на растяжке. Спрятав основные силы в лесном массиве, грузинская сторона постоянно производила подрывы и обстрелы. Затем было принято решение выставить дополнительный наблюдательный пост российских миротворцев в населенном пункте Ажара. Переброска личного состава осуществлялась вертолетами ввиду того, что наземное сообщение между Латой и Ажарой отсутствовало из-за разрушенного моста. Однако в первую же ночь новый наблюдательный пост в Ажаре был обстрелян. Позднее, под давлением Шуварнадзе, миротворческий пост номер 102 в верхней части Кудурского ущелья был ликвидирован. Все предыдущие и последующие действия Грузии ясно показывали, что грузинское правительство пытается сохранить территорию Кудурского ущелья как плацдарм для дальнейших военных действий. Подтверждение этого в нынешней ситуации – наращивание военной силы и техники, а также переброска в ущелье правительства Абхазии в изгнании. А что же абхазская армия? Прислуживаясь к событиям, происходящим в Кудурском ущелье, абхазская армия проводит плановые учения. Такими мы увидели маневры Сухумского танкового батальона. В настоящее время мы приведены в усиление режим службы. Производится частичная мобилизация резервистов нашего подразделения. В связи с последними событиями Кудурского ущелья мы готовы выполнить поставленную задачу нашим руководствам Министерства обороны или руководству Республики Абхазии и занять свои необходимые позиции для выполнения дальнейших поставленных задач. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Т.Горелова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА